Добрый вечер с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилаты Шарим находимся посередине седьмой главы называется о составляющих расторопность напомню двух словах о чем мы говорили в прошлый раз написано пишет Люцата существует две составляющие расторопности одна перед действием а вторая после напомним еще больше мы говорим снова о тех ступенях которые человек должен подняться в своем развитии все время говорим что человек должен быть другой какой долго долго говорили о осторожности человека во всех его проявлениях во всех областях сейчас мы говорим о противоположности человека что он должен быть быстр ловок немедлительным чтобы жить как положено и вот давайте взглянем на нашу жизнь она полна планов вы согласны наша жизнь полна планов но в основном каких то ли тех которых мы так и не начали или которые начали но не закончили вы составляющих расторопности мы видим что есть вот эти две необходимые части 1 перед началом действия которая заставит нас это начать а второе которая поможет нам начатое завершить и одно без другого увы бессмысленно как мы приводили на прошлом задятии много и цитат о том что даже любая митва любое доброе дело но записывается по имени того кто его завершим а даже не того кто его начал сколько важно любое деяние начатое хорошее завершить но про плохое проблем нету плохое как правило мы с успехом сами завершаем поэтому речь об этом не идет как этому помочь вопрос как от этого избавиться а вот хорошие дела есть проблем даже просто наши планы наши какие-то мечтания да выучу английский да какие-то интеллигенты захотят выучить английский или еще что-либо мы уже выучили или когда французский или или я поступлю в институт и закончу институт я я стану специалистом я чего-то добьюсь какой-то новой области для себя разберу и открою тяжело начать тяжело начаться оно еще тяжелее закончится если это речь идет о том что для нашей пользы знать язык получить специальность добиться чего-то куда больше сила изнутри какая-то должна нас двигать к этому да и то нам это тяжело добиться из-за чего из-за своей линии чуже говорить о митве что же говорить о добром деянии о повелении творца мы видим что все это гораздо гораздо сложнее как только приходит какое-то озарение что вообще происходит кстати говоря интересно в хаме вложен своей первой части книги нефиша хайм он пишет вещь очень глубокую которую мы явно не поймем до конца но по крайней мере хоть услышим он говорит так говоря он говорит на своем языке очень очень языке и внутренней части торы может не совсем понятно он это как только человеку приходит мысль о митве ему дает сверху некое озарение некий свет спускает и окутывает его который в принципе поможет ему в тот момент когда он захочет эту митву завершить он может это потерять если он только остановится но вот ту самую силу которая позволяет нам начать и закончить мы получаем сверху есть такое выражение наших мудрецов сказано там так то есть человек который хочет себя хочет очистить себя поднять себя приподнять помогает ему что за этим стоит технически это описание нам дал рабихаями вложенными то есть дается некая не какая-то какая-то сила какой-то свет какой-то вор мать их на что-то которое помогает человеку и только начать сюда но и закончить у него есть какая-то дополнительная сила какое-то второе дыхание это вещь очень очень глубокая сейчас тема второго дыхания на самому при себе интересно откуда она берется это тоже вечерки очень высокая и и духовные но предположим человек он вначале сомневался сомневался снять какие этапы тут у нас есть давайте снова только чтобы было мы ведем порядок появляется мысль у человека сделай доброе дело сделать митву что нужно тут же сделать как только появилась побежать тут же это делать иначе иначе ясно понятно очевидно что все всего лишь навсего только подождите как говорят у нас полежи пройдет да только 35 секунд иногда минуту иногда и вы вдруг увидите как у вас появляется необыкновенно логичные мысли оправдывающие объясняющие вам черным по белому куда ты куда ты не надо ничего делать все нормально да куда ты побежишь и так уже делать всегда закон природы так она устроена поэтому и говорят ходить человек хочет что-то добиться на месте голову пришло завтра начну помните да с воскресенья с понедельника начнем нету такого самообман человек живет вечно самообмане нету завтра нет ничего сейчас только так человек может что-то добиться пришло в голову это не знаешь что пришло в голову тут же оставил одно дело побежал другому делу потом вспомнил что то оставил оставил это бежал к тому остался лысый с двух сторон не пришло когда нужно в момент когда нужно тут же надо идти митсу альта хмецена не надо ее усолить не надо ее квасить не надо ее квасить надо ее тут же тут же побежать и тут же надо ее делать это называется первая часть это перед действием пришла мысль в голову тут же побежали и делаем ее отлично начали делать очень хорошо теперь первое что происходит самый нормальный процесс первое воодушевление проходит через определенное время мы должны закончить это но уже не с позиции воодушевления а с позиции такого знаете быта простого такого знаете шигра как скажем шигра в рутины простая рутина рутина дня ничего не и его тогда начинается приходит вторая часть который не да зачем тебе жалко то все равно ты не закончишь это не для тебя ты что праведник не надо в первые ряды туда находится массу-массу оправданий как все это не закончить а иногда по простому это просто затыкает как будто знаете делает такое знаете как будто там пусто вроде начал а потом забыл даже что я начал и как будто ничего и не начинал все нормально все хорошо спокойно сидите отдыхайте не дает закончить человеку начать поэтому в расторопности есть две части одна перед этим чтобы мы и начали без промедления а второе чтобы у нас были силы завершить иначе смысла нет было и начинать в скобках замечу интересную вещь и прислали мне такой вопрос очень кажется к месту интересно да вопрос он такой вы говорите о том что человек должен быть расторопным должен все делать быстротой только пришла в мысль о чем-то надо тут же сделать и иначе но до этого о чем вы говорили не человек должен быть рассудительный человек должен быть осторожным чтобы не 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 опрометчиво куда-то сломя голову куда-то бежать и что-либо делать как одно связано с другим на первый взгляд есть противоречие ответ только на первый взгляд человек действительно должен быть очень рассудительным и очень осторожным во всем всяком сомнении мы с вами учили в начале ступеньку осторожности но когда он будучи человеком рассудительным понял осознал что то что он собирается делать это деяние правильное нужное необходимое как он должен это сделать моментально тут же на месте тогда вступает качество расторопности в свою силу моментально есть вещи которые человек помните мы говорили об осторожности заранее должен знать он должен все подняться разобрать свою жизнь что такое хорошо что это же такое плохо когда он это сделал и проделал ему ясно и понятно что такое хорошо ему не надо два раза думать действительно опрометчиво ломая голову не надо никуда бросаться даже на мицу не надо бросаться точно сломаешь но сделать это с проворством быстротой без промедления совершенно необходимо мы об этом говорили с вами на прошлом занятии это было подробно обсуждали и приводили массу примеров наших мудрецов как все их не деяния не были в быстроте в проворстве и практически все что связано с понятием к душа я не знаю как по-русски это перевести слово душа переводят на русский святость да то есть кто-то христианский такой контекст или или поэтому пугается этого слова святости но по-видимому это то что есть на русском языке как душа а зрезут а быстрота проворство и это основа и это то что дает нам возможность этой святости да а святость существует в месте где все где делается все расторопно и быстро поэтому мы видим что все наши все 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 братцы и пророки и мудрецы все как один их не движение были быстрее они все делали быстроте и все делали без промедления теперь внешне это выглядело как человек такой знаете такой умелый быстрый расторопных сейчас мы увидим насколько это показатель того что у человека внутри души там бываю это порождает к душе ну давайте поднимемся дальше посмотрим что пишет там лицо то дальше и знай что человек душа которого воспламенела служением создателю несомненно не будет лениться в исполнении заповеди его его движение будут подобные стремительным движением пламени ведь он не даст себе покоя отдыха пока полностью завершить свои дела ну как итог всему что мы сказали что мы видим о том что человек в котором горит душа которого воспламенена служением создателю тут уже тяжелое место нам очень тяжело представить что душа горит стремлением служению создателю это как-то вне нашей реальности у нас горит но ты только может по подобию ваших к чему нас душа горит а к наслаждению это совершенно то есть противоположному отслужение к творцу то есть служение себе служению себе то есть это есть два направления в мире 222 векто одно к себе одно от себя от себя в сторону творца то есть или к себе или творцу творцу это служение творцу к себе это действительно получить эгоистическое наслаждение и действительно понятие воспламенение огонь горит и все относится действительно к вожделением тела которое приносит человеку удовольствие тут у нас точно на чё дольше горить что еще горит есть и есть например зависть горит горит еще когда ритм что еще горит у нас но просто чтобы поняли стыд горит очень стыда того это у стыд хорошо хорошо растет наоборот это очень хорошо это стыда на пример того что может что-то гореть внутри, хотя бы чтобы было подобие чувства, которое должно быть у человека. То есть что-то внутри душа его, она очень неспокойна. Но не, знаете, есть неспокойствие души, когда человек перепуган в страхе чего-то, кто-то просто что-то увидит, кто-то угрожает, и он весь или завидует кому-то, или ревнует кому-то, что это тоже очень горит, или еще что-то. А есть понятие, которое называется душа воспламенена служением Создателю. Так должно быть. Мы можем только понять по подобию обратному, со знаком минусов, но так должно быть. Можно себе представить, что есть люди, которые они горят служением Творцу, и сейчас дальше мы увидим, как это может произойти. Во-первых, и так понятно и ясно, что человек, у которого внутри горит, и душа в нему пробуждается, и изнутри он чувствует такое пробуждение душевное, необыкновенное, то это всегда ясно и понятно на его внешнем проявлении. Если молодой человек любит девушку, и действительно любит ее, а не себя, то это явно проявляется в том, что он хочет заботиться о ней. Он хочет все время купить ей какой-то подарок, какие-то цветы притащить, еще что-нибудь, какой-то знак внимания. То есть это не надо, она не должна будет жаловаться о том, что сказать, ты меня не любишь, ты мне ничего не даришь, цветы хоть раз бы купил. Какое это? А если человек внутри действительно истинное чувство любви, искали пример того, что горит внутри, любовь, куда далеко ходить, забыли про нее. Любовь действительно, что она горит, но только проблема, что она горит, как правило, по отношению к себе. То есть я люблю себя. И те удовольствия, которые она приносит мне. Поэтому особенно и дарить-то не надо, дорого. Цветы вообще, да, они быстро повянуты. Чего дарить? Какие-то сухие такие, хотя бы продержаться долго. А если мы о себе, горит. О, это хорошо. Горит все, это чувство, которое мы должны, это хочется дать, хочется подарить. То есть всегда внешний огонь, проявляется, внутренний огонь души проявляется внешне в его действиях. Поэтому человек, которым и бурлит желание служения Создателю, то и движения его будут стремительными во всем. Как тут и сказано, его движения будут подобны стремительным движениям пламени. Кепшуту. По-простому. Точно как пламя быстро движется, так и человек быстро движется. Почему? Ведь он не даст себе покоя и отдыха, пока полностью не завершит свое дело. Вот примеров миллион. Рассказываю про раб Шаха, что однажды он встретил своего ученика и спросил его, ну, что ты думаешь про кушию на ритве? А он уже чуть-чуть забыл. На прошлом уроке была эта кушия. Так он не понимал, говорит, справа на своих глаз, как ты спал? Я говорю, тебе нормально, я спал хорошо. Он говорит, как ты спал? У нас мы остались в кушии, и ты спал? Он не мог заснуть. Почему? У него остался тяжелый вопрос на одного из мудрецов. Душа горит. Какой заснуть? Какой покой? Какой отдых? Тут надо сейчас решить, пока мы не поймем. Вторая, это же ведь как огонь. Или там стопроцентная истина. А если хоть чуть-чуть не то, и стопроцентно все ложь. У нас все должно быть... И сказал, до конца нет. Пока не нашел ответа, не мог заснуть. Нашел ответа, пошел спать. Как ты мог заснуть? И еще следует понять, что так же, как расторопность, это порождение внутреннего огня. Точно так же сама расторопность его и порождает. Сейчас мы входим в тему, очень-очень важную, это тема нашего занятия. Вещь совершенно не уникальна. Мы только что говорили о том, что внутренний огонь человека, души его, она породит расторопность, быстроту человека, в движении его тела. Говорит нам Люцята о том, что есть и процесс обратный. Внешнее движение, быстрота и проворство тела, что может сделать? Пробудить воодушевление человека. Пробудить тот самый огонь внутри него, который он пробудит и разбудит его. Есть тут взаимный процесс в ту и в другую сторону. Движение человека влияет на его душу. Душа человека, естественно, является причиной, его движение является на нее. Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешние телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее и душевное и, соответственно, усилится и у него желание и стремление исполнить заповедь. Еще раз прощу, слушайте внимательно. Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, тут акцент, чтобы не пропустить эти интересные строки, это важный момент. Надо осознавать, что он исполняет заповедь, просто автоматом ничего не получится. Когда человек осознает, что он исполняет заповедь, при этом старается ускорить свои внешние телесные движения, побежал, сделал, быстро, быстрое движение руки, тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее, душевное и, соответственно, усилится у него желание и стремление исполнить митцову. Однако, если движения его тела будут тяжелыми, то также и движения души замрут и угаснут. То есть, человек может так сказать, о, и тлявут, он такой, но только он такой милый, все нормально, я горю, я горю, постепенно горю, не надо быстро гореть. Еще движение, то я только полежал, подумал, встал, смотрит, все прошло, все прошло. Что тут сказано? Роберуха говорит вещь очень-очень глубокая. На основе этого все очень просто. Человек хочет учить Тору, да? Ему тяжело. Знаете, яцер иногда против чего борется? То против Тора в первую очередь, все остальное проблем нет. Что человек может сделать? То есть, я проговорю, например, ученик учится в Вишиве, да, Лявре, учится где-то в коре. Но приходит день, тяжело, не могу, встать не могу, то не могу, это что-то у него не идет в этот день. Бывает. Легитимно. Что он может сделать? Побежи! Что делать? Куда бежать? Как разница? Я никуда не опаздываю. Беги! Куда бежи? Беги в ветмитраж. Что делать? Просто начни бежать, 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 бежать. Побежи. Просто, просто, понимаешь? С разбегу. Забежал, сел, запыхавшийся, сел, все. Говорит, обещает ему Лютято, ты будешь учить Тору гораздо лучше, чем если бы ты бы просто спокойно зашел. Ты вдруг увидишь, что у тебя появится даже желание это учить. Ты даже запомнишь это. И наоборот, если человек проучится целый день Тору, а в конце дня, знаете, расслабился, устал. То, что выучил, сам своими руками прибил. Ты уже это не запомнишь. Есть много людей, а я учу, что это не запомнишь. Своими руками. Еще раз. Слово в слово. Что тут написано? Когда человек осознавает, что он исполняет заповедь, старается ускорить свои внешне-телесные движения, то тем самым он приводит к тому, что воспламеняется его движение внутреннее, душевное. И, соответственно, усилится у него желание, стремление исполнить заповедь. Все тем, которым тяжело. Все тем, которые жалуются о том, что что мне делать, у меня что-то особенно нету в удушевлении. Да, что-то митцвот, вроде я делаю, но только как-то без особого. Естественно, что вы, я знаю, расположившись на гамаке на берегу моря и со шашлыками и с водочкой. Тут творца нет или вообще не хочется выполнять митцвот среди девочек. Естественно, не хочется. Надо бежать, надо куда-то делать, что-то делать. В том месте, где это должно быть. И это усилит у него желание и стремление исполнить заповедь. Однако, если движения его тела будут тяжелыми, я пошел там навестить своего друга, да, но все это как-то, знаете, так сказать, спокойно, очень уравновешенно, да, уравновешенно, лениво, другим словом. То движение души замрут и угаснет. То самое желание, которое у него было и пробудилось, оно все угасло. А что же надо в конце сделать после урока, допустим? Зарядку? Она не зарядку, а закончивает, так сказать, в состоянии бодрости духа, как вы ее начали. Надо, любое наше занятие, которое есть. Я просто, если вы уже спросили, очень хорошо вы это спросили. Просто человек должен знать о том, что самое глупое, в чем в мире есть, это сеять и не жать. Слышали такое? Когда человек трудится, там пашет, сеет, это там, обрабатывает, уже все, пшеница уже вышла. А потом, так сказать, смотрит, она уже опадает, все приходят. Ты чего? Для чего ты все это делал? Говорит, что-то уже надоело. Есть глупость больше, то есть человек сеет и не жнет. Так и у нас. Человек может проучиться целый день, но он не хочет почему-то пожимать плоды своего труда. В чем? Любое занятие человек обязан лисакем, он обязан подвести ему итог. Например, вы сейчас прослушали занятие? Да, сейчас у нас сейчас идет занятие. Очень хорошо. Как правило, сколько человек слышит во время занятия? Есть говорят, что 30%, 20%, сколько, половина мечтаем, половина слушаем, кто-то слушает, кто-то с открытыми глазами, кто-то с совсем открытыми глазами. Все по-разному получается. Но хотя бы эти 30%, что-то, что было во время урока, что нужно делать, чтобы осталось в кармане. Как? Каким образом? Один и единственные. Закончилось занятие, это теперь самое тяжелое, если не дает этого. Надо подвести итог. О чем речь вообще шла? А что говорили-то? Сейчас говорил, говорил. Что говорили-то? Подвести итог, это надо, надо, надо просто основные мысли, которые были. Во-первых, желательно конспектировать, чтобы можно было себе напомнить. Во-вторых, просто после занятия к концу подвести итог. Основные мысли, которые были. Если вы заметили, то мы на наших занятиях, наше занятие очень простые. Мы, в принципе, обсуждаем одну мысль, но только мы ее с самых разных сторон и как-то развозим ее на примерах на целых часах. А в принципе, можно было по-простому все сказать, о том, что вот так, так и так. И все, все занятие это пять строчек, шесть строчек. Максимум это слеживает. Как правило, двух-трех. Не более того. Поэтому нужно, человек должен всегда выйти с чем-то. и когда у него есть уже какой-то вывод, какая-то формулировка, и он чувствует, что это уже что-то ему дает, это уже часть его, это уже его приобретение, называется Кинян, это его часть его. Вот подобная вещь это и дает человеку не потерять, растерять, что он слушал. И это есть та самая часть расторопности, которая есть после того, как. После того, не только перед, но и после того, как. Хорошо вы заметили. И явления эти подтверждаются практикой. В ни сяком сомнении, все это подтверждается практикой. Известная вещь, я надеюсь, вы ее слышали. Я сам лично не копался и не видел это в оригинале, но слышал от людей, которые сталкивались с этим. По-моему, в Канаде были проведены интересные исследования. Есть такая область под названием графология, может быть, вы слышали. Графология это вещь необыкновенная и интересная. Что она позволяет? Что человеческий разум заметил? О том, что наша душа, как говорится, потемки. Черный ящик. Ты куда не залезешь, туда ничего не вытащишь, никакого приборов, которые точно определяют, что там внутри. Можно только догадываться. Человеческая душа проявляется, оказывается, во многих проявлениях. одна из них это в том, как человек пишет. Это вещь просто феноменальная. Если вы посмотрите на почерк людей, которые тут и тут и тут, почему они разные? Они, на первый взгляд, должны быть одинаковы. Даже если всех заставят писать, как, помните, в Советском Союзе, каллиграфия, все то-то, и тем не менее, у всех все по-разному выходит. То есть, в том, как человек пишет, как размещает на странице, они кривые или не кривые, они начинают с конца или середины, или какая разница между, интервал между буквами или между словами. Все имеет смысл, все отражение его души. И действительно, графологи во многом, если сталкивались с этим, они очень точно порой, я снова подчеркиваю, порой, они попадают в суть человеческой души и видят это буквально на нашей странице, на том, как это написано. Очень часто. И вот, пришло в голову одному из исследователей о том, что если душа так себя проявляет в правописании, то, может быть, существует и обратная зависимость. Давайте, правописанием повлияем на душу. Наоборот, что это означает конкретно, что они сделали? Они конкретно, они взяли пару преступников из тюрьмы. Таких, я знаю, рецидивистов, кого-то таких серьезных ребят, у которых явно душа, она больше склонна к тому, чтобы делать беспорядки, чем у нас или, наоборот, наводить порядок. Как они понимают? Проблемы спрашивают. Да, такие люди проблематичные. И решили посмотреть, проверить на них. Что сделали? То есть, по-видимому, это было с их согласия, я так понимаю. Они их заставляли с утра до вечера заниматься правописанием. Но, то есть, есть источник, их почерк, который явно показывает какую-то предначертанность их душ. И они дали им эталон, как они должны писать. То есть, как они должны изменить свою почерк, под какой, под какой. И действительно, они сидели, 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 сидели. Со временем им, естественно, удалось изменить свою почерк. И, по крайней мере, то, что я слышал, это повлияло и на их душу. Другими словами, то есть, их не надо было в какую-то исправительную колонию, на первоспитание или еще на что-либо. То есть, эти люди стали гораздо более нормативны с точки зрения человеческих норм, чем они были до того. То есть, не сомнений, мы видим, что даже подобная вещь, подобная вещь, она ясна очевидна, как тут сказано, и явления эти подтверждаются практикой. Пример, который мы сейчас с вами привели. Дальше мы проведем еще один пример. Но тут дальше, смотрите, что пишет Люцат. А мы ведь уже знаем, что желание сердца и стремление души, особенно желанные в служении Создателю Богословена имя Его. Может быть, в этом месте чуть остановимся. Что тут сказано? Желание сердца и стремление души, особенно желанное в служении Создателю. Движение тела, внешнее проявление митвы, кухонная религия, это они отчитали. Может быть, тут уместно сказать несколько вещей, очень-очень фундаментальных и очень принципиальных. для многих еврейская жизнь это набор каких-то запретов и каких-то повелений. Сколько раз приходится встречаться с племенником, он говорит, скажите мне, вот я соблюдаю субботу, что он соблюдает, это уже, так сказать, и кашрут. Я молюсь три раза в день, раз в неделю хожу на урок. Это иудаизм или есть еще что-то. Нельзя там сомнение соблюдать субботу, кашрут, отфера. Все это важное, если человек начал соблюдать это крайне сложно, это большой-большой человек. Но это не иудаизм. Если только это. Потому что чего тут не хватает? Не хватает то, что всего лишь дать ему еще так год соблюдать субботу и кашрут, этот человек просто станет априкой, рисом будет еще больше какой-то анти, чем был. То ли тронется, то ли еще что-то произойдет. Что-то произойдет. То ли просто все надоест, то ли все зачахнет, как и началось. Более того, предположим, человек понимает, что это больше действительно учится, действительно питается, разбирается. И тогда даже пошел куда-то туда, даже вешив, даже в коре. Мы видим о том, что через 7-8 лет вдруг, когда первое такое первое удушевление проходит, человек из такой кризис. Такой, знаете, кризис такой. Всякие вопросы появляются, почему, что, какая-то уже лень, какое-то выполнение митцву. Что за этим стоит? За этим стоит самое, по-видимому, страшное, что не было понято в самом начале. О том, что вот этот принцип, который у нас есть, движение тела влияет на душу, а душа влияет воодушевление души и на само тело, это принцип, это спираль, которая, если у человека нет этого постоянного, он не растет. Мы обязаны пройти через желание сердца и стремление души. Если человек не доходит до этого, то нет в этом никакого будущего в его исполнении и всего прочего. С другой стороны, на месте надо предупредить о том, что есть многие люди, которые полагают о том, что все должно быть только в сердце. Вы знаете, есть которые евреи в сердце, знаете, есть такие сердечные очень евреи, очень-очень сердечные евреи. Говорят, я еврей, но в сердце, мне не нужно ваши глупости какие-то, сделай то, остань то, это. Это все, это придумано, придумали, я еще побольше вашего в сердце. Теперь, когда в сердце, это вообще ничего. То есть, если только в сердце, работа в сердце, вы видите, она вечно центральная, но если только в сердце, это клюм, ничего. Горный шмидт, горный шмидт, это даже для крестьянства не подходит. Потому что за этим нету основного душа не так устроена. Она связана с телом. И тут ведь один из секретов, который никому в голову не придет. Какая связь между моей ногой и моей душой? Какая связь? Никакой связи нету. Спросите любовь, выйдите на лицо человека. Есть связь между моей рукой и душой? Никакой связи нету. Это не так. Говорят, это не так. Начните двигать быстро руками и ногами, появляйте на душу. Как только душа ваша, она пробуждается, вы увидите, как быстро двигаются ноги и руки. Связь самая прямая. И без того, чтобы мы не влияли на тело, нет никакой возможности влияния на нашу душу. И это то, что мы митцвот и призваны. Митцвот это что? Творцу нужно, что мы сделали так, так, всяк. Что ему нужно? Ему нужно по той причине, что он так устроил этот мир, что наши движения внешние, они влияют на нашу душу. А без влияния на нашу душу нет ничего. Теперь еще один шаг маленький внутрь сделай. Я не знаю, когда мы к этому придем, но я не знаю, может быть, тут этому место. Человек должен дойти до уровня, когда его занятие Тора. Торы исполнение митцвот пробуждает его душу. Если человек не чувствует это, он просто не находится на правильном маслю, на правильной тропинке, на правильной дороге, он не в ту сторону. Он так долго не продержится. Потому что основное, что сказано у нас, рахмана либо бой, а творец хочет у человека его сердце. Это то, там, внутри, там, внутри, после всех этих движений, истинное пробуждение, не вымышленное, а я и в евреях в сердце, не знаю, проверить, что в чем-то в сердце, как начнем разбираться, вообще там ничего нет, или все сковеркано, все неправильно, сам издать. А как правильно? Как творец нам указывает. То есть, любое движение тела, оно влияет на следствующую часть души. И только это есть, то самое правильное ее влияние и возбуждение и пробуждение, которое должно быть. так вот, душа должна быть пробуждена. Одна из причин, которые у нас есть, мы живем в западном мире, порождение западного мира. И все, что мы делаем, мы делаем быстро. имеется ввиду, без разжевывания, без обдумывания, без того, что у нас называется гидбаны нутс. То есть, остановиться и продумать, что я, в принципе, собираюсь делать, что я сделал. У нас нет личной жизни, внутренней. Называется это внутренняя жизнь. Мы ее не, не удается нам породить ее. Есть понятие такое в внешнем мире. Одно называется doing and being на английском языке. Doing – это делать. Мы все время делаем и бежим. То, это, 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 это. Мы заняты, то позвонили, поговорили, поговорили, поплакали, посмеялись. Все это делать, делать, делать. А есть понятие being – это остановиться. На Востоке, кстати говоря, это гораздо, гораздо развито в самой своей глубокой форме. Пародия этого находится, этого на Западе. Но там есть возможность, там люди могли уйти в горы, в леса, быть сами собой. Не, в принципе, это то, что мы должны. Человек, только все, надо не выдумка человека, как там у них на восточных религиях, а как творец нам повелевает. Те же самые митцвот, мы должны их опустить до сердца. То же самое, что мы учим, мы должны просто и переживать. Переживать в своей, во рту, в голове, перекрутить. Например, занятие прошло, да, или вы услышали какую-то мысль. Что происходит с человеком? Да, какую-то мысль, которая вас задела, как только воодушевление какое-то. Ну, что дальше? Вот, интересная мысль, нормально. И что дальше? Все. Поехали. То есть, next step. Теперь следующий шаг какой-то, который пошли туда, теперь к химчистку надо что-то отнести, с тем поговорим, а что должно, а как должно быть? Должно быть, а, теперь остаться, пять минут, остаться сам собой, отключить все. Надо научиться, научиться, любую вещь, отпускать ее до сердца, снова сказать, надо вдуматься в нее, что это имеется в виду, а как это повлияет на это, а из чего это состоит. Вы видите, как типично Рамхаль, он нам разжевывает эти понятия, осторожность и расторопность. Вы смотрите, та же самая схема, методика определенная. Как человек должен лейтбонен, лейтбонен остановиться и передумать, пересмотреть, перестроить, так, чтобы это стало частью его, чтобы стало частью меня, чтобы дошло до сердца. И когда это происходит, тогда происходит и и тлавуд, происходит и пробуждение души. Это то, о чем он говорит. И тогда, что происходит? Когда человек делает быстро, тогда делает все. И теперь смотрите, что дальше сказано. Этим был счастлив в своей доле царь Давид. Царь Давид написал псалмы, да, псалмы Давида. Это вещь самая удивительная, которая есть. Тысячелетия прошли. Сколько с тех пор прошло? Больше, чем двадцать с половиной тысяч лет. До сегодняшнего дня люди во всем мире читают псалмы Давида. И не просто так. Я знаю людей, которые вообще далеки от всего. Никогда до этого. Им дали, как попались, псалмы Давида. Они начинают это читать. И они не могут и читать, и снова, и снова, и снова, не надоедает, и снова читает, и снова не надоедает, и снова начитает. И каждый раз находят там что-то другое. Что есть там? Это царь Давид тот, который написал самое, по-видимому, великое, что может быть, кто в переводе на русский язык ничего не знает, ничего не узнает перевести. Тут я вам скажу, наверное, на русском. Киялья рок, афикей майем. Вы знаете, эти самые, с нами уже песни сложили на эти слова. Уже есть такие песни, такие песни современные. Уже, но как велики, это поэтически описывается, душа царя Давида, который хотел бы быть близким к Творцу. Как олень плачет по источнику воды, так душа моя плачет по тебе всесильной. Как жаждет душа моя тебя. И еще, и стремится вожделее, вожделее, душа моя обойти в обитель Всевышнего. А, как на русском ничего не переводится. И еще, жаждет тебя душа моя, стремится к себе моя плоть. Да. Все мы знаем, мы даже поем все эти песни. Как это все перевести? Невозможно перевести. Откуда у него это появилось? Помните, мы долго с вами говорили о том, что вот все должно быть. И знает, что человек, душа которого спламена служением Создателем. Откуда у нас это воспламенение служения Создателя? Вот царь Давид. Вот пример какой. Царь Давид, у него горело все. Душа горела, горела, горела. Откуда это все пришло? Царь Давид находился, он был пастухом. Он не родился таким. У нас не рождаются праведниками. Верно, что есть больше задаток, есть больше предрасположенностей. У нас становятся великими людьми. И каждый из нас может стать великим человеком. Надо только научиться жить внутренней жизнью. Мы привыкли жить жизнью внешней. В основном работа на публику называется, да, чтобы произвести впечатление. Чтобы было в курсе, просто чтобы сказать, если спросят, чтобы знали впечатление. А надо вообще не быть связанным с чем-то внешним. Человек должен знать, иметь свою дорогу, свой какой-то истинный путь. Если она ему ясна и понятна, надо ее искать, копаться, разбираться и углубляться в этом. И вот тогда, что произойдет, тогда будет желанное в сердце его и стремление души, особенно желание, желание сердца и стремление души появится у него. Тогда-то и появится. А без этого нету. Это не иудаин. Просто там, так сказать, мучиться, знаете, которая субботу закончилась. закончилась суббота, варуха, шетья, там теперь тут же никогда не курил, даже закурил. Кто несет на себе этот, какой груз. Человек, глядя ему, дали самое большое счастье, субботу, освободили его от этого сумасшедшего мира, который вокруг него. Какой-то, какой-то, есть островок спокойствия, которое дали ему. Он начал сам себя мучить. Что ты мучаешь? Человек должен прийти через этап, этап сопереживания, этап, когда в сердце него это чувствуется. Любая митцван должен думать, обдумать, что он делает. Человек молится. Что я молюсь? Для чего? Как? Почему? В чем суть? То есть, надо это все как-то один раз. Это не придет за один раз. Надо это все разжевать. Еще раз. Так, чтобы можно было опустить это до своего сердца. И, говорится дальше о человеку, в душе, которого недостаточно такого стремления, можно дать хороший совет. Но, прежде чем дадим совет, еще один раз только разберем, подведем итог сказанного. Получается у нас так. У нас есть влияние тела на душу, душа на тело. В принципе, этот принцип, этот принцип, он у нас высказан в такой форме в Талмуде. человек должен афиру шелоли шма, бали шма. Человек, например, может делать какое-то деяние, и на самом деле им движут совершенно интересы какие-то, не связанные с этим, заодно примешанные какие-то другие желания его. И Тарак говорит, ничего страшного, делай, делай. Почему? Потому что начнешь делать и ты знаешь со временем, тебе будет ли шем шамай. Знаешь, что такое во имя небес. То есть, вначале ты можешь делать что-то тоже действие не на во имя небес, но со временем ты увидишь, что это придет во имя небес. Интересный принцип, но только его, если присмотримся, он не всегда почему-то работает. А как так? Если Тарак говорит, значит, должен работать. Раф Деслер говорит так, есть два вида ли шем шамай. Есть два вида ли шма, называется. Что такое ли шма, что как будто она во имя небес. Два вида. Одно хорошее, одно плохое. Какое хорошее? Хорошее тогда, когда человек это делает, то есть, что происходит? Внимательно. В принципе, предположим, человек хочет учить Тару, но ему тяжело. Едер не позволяет, что-то там сопротивляется. Тогда ему говорят, ничего, иди, делай ли шем шем шамай. Иди, делай ли шма, иди просто так, иди для почести, для того, ты увидишь, начни только делать, и придешь уже и к исполнению, как вложи. А плохой какой? Когда человек делает просто, так сказать, для поди, для чего? Давайте пример проведем, станем все ясно. Например, далеко ходить не будем, мне занятия по Таре. Наши братья, дорогие, родные, милые, далекие, не удостоились мы учить Тару. Мы вместо этого, что с вами делали? пели пионерскую зорьку, стояли по стойке смирно. Теперь Тару нас украли, все еврейское у нас забрали, насильно обокрали нас. Теперь мы приехали сюда, смотрим на всех, какие-то все странные, какие-то шляпы, какие-то бороды, чего вы такие странные? Вопрос, кто странные? Мы странные, или они странные? Ничего не изменилось, из нас сделали тех, этих русских узбеков. А потом мы говорим, а почему евреи такие? А какие они должны быть, как мы? И вот на каком-то этапе начали говорить, ну, смотрите, а вы нас не обучаете? То, хорошо, давайте обучать. Вы хотите учить Тару? То, смотрите, это не очень интересно, говорит, смотри. Но приходите, да, приходите вечером, у Гавы кафе будет, пирожки, пирожные, кока-кола, все бесплатно, да, придете, то, нормально, ничего страшного. То есть, по-простому, если говорить это на простом русском языке, да, то есть, у нас так, шелоли-шма, может человек делать лоли-шма, да, он пойдет, он, в принципе, хочет учить Тару, да, то что-то интересное, что-то ему это говорит, что-то, ну, куда-то тащиться, куда-то идти, куда-то что-то сидеть, кто-то будет говорить, он говорит, кока-кола, бесплатная, пирожные есть, да, есть шоколадные, есть кофейные, всякие раз, корзиночки такие есть, то, на всякий случай, пойду проверю, посмотрю, пришел, проверил, вкусно, все нормально, бесплатно, все такое было, стал ходить, серьезно я говорю, стал ходить, все, это называется, что-то, что помогает человеку, да, преодолеть свои царара, назад, то есть, что нужно, нужно, что, но что, нужно обязательно, что-то было, а человек, который, например, который вообще, ему сказали, приходи на Тору, там дают кока-колу, он пришел, выпил кока-колу, и все время следил, чтобы не закончили, чтобы он успел, и вообще, его не интересует ничего, он вообще ничего не интересует, это не подействует на него, то есть, мы сейчас говорим о принципе, который же сформулировал в книге, Сефер Ахинух, да, Баль Сефер Ахинух, сформулировал по-простому, на митцву, о том, что нельзя разбивать кость во время Алеля Себера, там сказано так, что, за деянием человека, и сердце его, то, что тут Люцата нам в подробной форме говорит, за деяние человека, то есть, начнет человек делать хорошее деяние, неизбежно повлияет на его сердце, это основано на воспитании детей, как мы воспитываем наших детей, что такое воспитание детей, особенно воспитание в духе Тары, приучить ребенка с малых лет, еще раз, еще раз, еще раз, к определенным действиям, которые повлияют на его сердце, скажите, это работает сто процентов, ответ нет, известная история, знаменитая, которая написана в нескольких книгах, про Кавецхайма, это не с ним, но история связана с его именем, пришли к нему с Кушьей, с тяжелым вопросом, по поводу вот этого принципа, о том, что деяние человека влияет на его душу, привели такой пример, в его времена еще и до него, были казаки, слышали, казаки, казаки были такие батальоны, роты, дивизии, казаков были, армия казака была, слово казак, это был символ, быстроты, проворство, они были необыкновенно сильны, быстры, проворы, сколько они там, 25 лет были на службу царя, и вот интересное явление, когда казак уволнялся, уходил в отставку, то не было больше такого символа человека, такого прибитого, шатающего, бездельника, чем отставной казак, хотели найти какого-то казака, этого отставного, это точно там, где есть какая-то печка, он сидит, там греется, такой куда не двигается, ничего не делает, такой сидит прибитый, пришли и спросили Хафетсхайма, как так может быть, 25 лет человек бежал, проворный, быстрый, бегал, ловкий, и что, совсем не повлияло на его тело? Он говорит, конечно, вы не правы, вы говорите, что они 25 лет бежали к печке, 25 лет, он был в снегу, в пыли, в грязи, проворно, быстро, а в голове, что у него было, когда придет уже то время, когда я закончу все это, и сяду около печки, нагреюсь, отогрею свои кости, отсюда вам, о том, что все, о чем мы говорим, это принцип, когда работает, только при условии, что внутри у нас есть намерение, желание этого добиться, но что, нам мешает, что-то отталкивает нам, тогда мы говорим, делай, что-то лишь ма, делай, еще раз делай, еще раз делай, делай, да, приди, приди на Кока-Колу, какая тебе радость, приди, нормально, кстати, в скобке по поводу Кока-Колы, всегда интересно, что все занятия для наших русскоязычных братьев наших, они действительно начинались с Кока-Колы, с булочек, как раз приходили или на проездной, заманили чем-то, интересно в том, что как только заканчивались булочки, приблизительно процентов 60 тут же оставляли, то есть, что мы видим, это после года того, как ходили куда-то, то есть, это повлияло, не повлияло, то есть, это по-простому, то есть, как только закончились какие-то субсидии, какой-то там урезали на 30%, что-то, все уже не стало выгодно, уже нет выгоды в этом, то есть, что есть лишма, то есть, которое оно плохое, но если оно только для полной выгоды самого себя, сколько ни делай, ничего не поможет, сколько ни накладывать филинов на голову, сколько там ни запретов на себя не бери, если вообще голова не в этом, нет соучастия души в этом, нет попытки пробудить себя, какое-то пробуждение души, чтобы было, ничего не получится в этом, нет ничего, это не влияет на нас, мы не будем людьми религиозными никогда, мы не будем настоящими евреями, если мы не пробудем себя в этом, и говорит Люцата о человеку, в душе которого недостаточно такого стремления, можно дать хороший совет, пусть станет расторопнее, дабы родилась благодаря этому естественная жажда, поскольку внешнее движение пробуждает внутреннее, видите, простой совет, как часто нам тяжело, как часто у нас не получается, как то, ни то, ни это, что делать, что делать, человек должен знать о том, что внешнее, значит, оно, оно пробудет внутреннее, и тут вещь, которая фундаментально говорит его, Равольбе, в книге Алейшур, он говорит так, есть внешнее движение, и есть внутреннее, есть, в наших руках полностью под нашим контролем, внешнее движение, действие, оно в наших руках, внутреннее, оно не в нашей, теперь слушайте внимательно, внешнее движение, оно не порождает удовольствие, внутреннее, любое следствие движения внутренней души, порождает удовольствие, человек ничего не будет делать, это не доставляет ему удовольствия, Не оставляет след в его душе. Единственное, что удовольствие в удовольствии разен. То есть мы привыкли в основном удовольствием как и материальным, таким, вещественным, телесным. А есть удовольствие в душе, которое гораздо выше, гораздо сильнее. Гораздо сильнее. Как это развить? Как этому прийти? Говорит нам Вольбе, говорит Рамхан, говорит Балхе, в Сефире, что они говорят все как один. Надо, человек что должен делать, пусть станет расторопней, начните двигаться, дабы родилась, благодаря этому, естественная жажда, которая внешнее движение пробуждает внутреннее. Появится это. Появится, только человек должен пробудить себя. Как только мы начинаем внешнее деяние, а оно под нашим контролем, мы можем себя заставить быть более проворными и быстрыми. Это породит наше внутреннее уже влияние на нашу душу. Например, чтобы далеко не ходить. Вы видите, как мы выглядим? Наш брат в основном как выглядит. Вы знаете, как выглядит? Лучше не смотреть. Такой замученный, такой угрюмый, прибитый. Известно, нашего русского брата видно за километр, по лицу. Не надо тут долго, пусть он тут уже живет, не знает сколько, видно, он все время такой претензий, не додай. Человек, по крайней мере, уже прожил тут, уже чуть-чуть оторвался от своего советского прошлого. Надо уже чуть-чуть встряхнуться, надо уже начать жить. Одно из проявлений каких? Человек должен что? Он должен начать, ну, хоть чуть-чуть улыбка, чтобы было на лице, что-то лыжа какой-то. Что делать? Он говорит, а мне не улыбается. Это вам может улыбается, а мне не улыбается. У меня тяжело жизнь. Вы жену знаете? Вообще, тещу, то-то сего, ну, перечислил там все, все, все это самое, долги, это счет в банке. А что вы говорите? Работа, это вам, вам легко тут улыбаться. А мне тяжело. Теперь, тем не менее, тем не менее, говорит нам в лице, давайте по-простому. У нас что сказано? У нас написано, черным по белому. Надо принимать каждого человека с улыбкой. А у меня не улыбается. Какая разница, что вы не улыбаете? Начните улыбаться, вы увидите, что произойдет. Улыбка, это движение тела. Это внешнее движение. Это внешнее движение. Губы, раздвигается, нахванное движение, это самое другое. Теперь, естественно, у кого зубы не тот, может быть, надо всем ртом улыбаться, так сказать. Можно как-то улыбаться и так, чтобы не открывать все зубы, чтобы не было, не позориться. Удивительная вещь произойдет. Когда мы начнем улыбаться и заставлять себя, увидим, что настроение поднялось. Есть люди, говорят о том, что мне грустно, мне то, это, уже дикоон, депрессняк, зачем тратить деньги на таблетки. Начните улыбаться, встаньте, побежите, то, это, заставьте тело, оно в наших руках. Не просто так, интересная вещь, а сделали исследование, полчаса или час аэробики, да, под музыку движения тела, да, оно равняется одной таблетке антидепрессантов. Вместо таблеток просто встать, встряхнуться, побежать, начать улыбаться. Кстати, у всех такая милая улыбка хорошая, да, как лица наши выглядят, когда они улыбаются, здорово и хорошо. Вообще, человек совершенно другой, когда он улыбается, аль коллапшимтехасиава, сказано, за всеми преступлениями, а любовь и улыбкой, все, она все прикроет, она все, все скроет, все скроет, как здорово и хорошо нам улыбаться. Как можно добиться, это очень просто, видите, кратсказано, начните улыбаться. Во-первых, будет улыбка, во-вторых, это повлияет на тело, на душу. Человек будет, а когда у него есть хорошее настроение, учеба входит нормально, уже можно, уже понимаешь лучше. Если и трахову, то да, человек просто, голова, как только человек хороший в нормальном настроении, он вдруг в состоянии что-то понять, осознать, это входит лучше. Шутка, да, хорошая вещь, как помните, мы говорили, прекрасно, очень хорошее, хорошее настроение, человек в настроении, у него, он способен воспринять, много раз больше информации, переварить ее, и спустить к сердцу. Человек, который такой прибитый, несчастный, что он может, с трудом что-то слышит, поглощен в свою ничьатку, бедную, вы просто не знаете мои проблемы, вы не знаете. Это один пример, да, уже у нас мало времени, может быть, и наоборот, например, человеку, которому не хватает, человеку, которому не хватает, ира-ча-май, нету богобоязненности, нету, ему говорят, надо человеку сказать, крят шма, но сказать это со страхом перед Творцом, шма Исраэль, вы произносите имя Творца, надо весь дрожать. Он говорит, что-то у меня не знаю, я читаю, у меня никакого дрожи нету, ничего нету, я не чувствую ничего. Что нужно сделать? Начните дрожать. Может быть, не надо перед всеми, чтобы они испугались, и тоже надо, тоже знать границы, не знаю, извиняюсь, что я так говорю, не знаю, кто еще, как это поймет, начнет это делать, но я говорю напрямую. Если человек, он говорит, крешма, не знаю, он сам себя вводит в такое напряжение, о том, что вы увидите, как это тут же влияет на сердце человека. Проверено. Снова. Только чтобы это не перешло в какой-то психоз. Но когда этот человек делает умеренно, и когда это он делает, это он напрягается, который делает с усилием, которое под нашим контролем, а под нашим контролем внешнее движение, себя взять какое-то напряжение, да, как будто сейчас не знаю, что вы, это в моих руках сделать. Это повлияет неизбежно и на мою душу. Очевидно, что внешнее движение в большей степени подчинено нам, чем внутренне. Видите? Это что, основное, что мы говорим? Внешне подчинено нам, чем внутренне. И тот, кто воспользуется тем, что подвластно ему, в дальнейшем приобретет и тот, что не подвластно. В наших руках подвластно, что внешнее движение. Когда мы научимся владеть им, а мы можем владеть им, то что мы? Мы можем и в дальнейшем приобретет и тот, что не подвластно в своей душе. Влиянин на свою душу пройдет через это. И тогда родится в нем внутренняя радость и стремление и желание служить Всевышнему. А без этого ничего нету. Это целая тема. Не знаю, мы туда шли, уже сейчас нет времени нам ее разбирать. Но если у нас нет внутренней радости, нет стремления и желания служить Всевышнему, все, о чем мы говорим, все это просто неуместно. И это то, о чем говорил пророк Оше, и узнаем, как стремиться к познанию Всевышнему. И еще там же, если за Всевышним пойдем, как лев, он зарочит и пробудет наши сердца. То есть, что мы видим? Мы видим и это итог, подведем того, что мы тут сказали. Это очень вещь фундаментальная и важная. о том, что если нет работы сердца, то есть, если наши движения, если с исполнениями цвот, они механистические, они без содержания, без намерения, без того, чтобы оно вело к какому-то изменению души, то это ничего, ничего не значит. Это какое-то просто какие-то движения, тело, которое, которое, непонятно, для чего человек даже делает. Мы обязаны заставить, и одно из патентов, которые есть, это пробуждением внешнего движения, которое подвластно нам, которое под нашим контролем, пробудить в себе таким образом и внутреннее чувство. И без этого пробуждения это не иудаизм, это не еврейство. Это вещь, которая должна быть часть нас, мы должны знать, если даже мы не преуспели в этом, если даже мы первый раз слышим об этом после многих лет, то никогда не поздно начать, никогда, потому что вкус жизни приобретается только с этого момента, потому что только внутреннее движение, оно дает наслаждение человеку, а внешнее нет. А мы должны добиться, чтобы внешнее движение под нашим контролем повлияли на внутреннее, которое не под нашим контролем, и оно породит то самое наслаждение для внешнего. И тогда получится то, о чем мы говорили, откуда мы это возьмем? Откуда мы это возьмем? Это пламя служения Создателю. О, тогда появится и пламя служения. Тогда будет понятно вообще, о чем мы тут говорим. Всего доброго, до следующего занятия. Привет из Иерусалима. Иерусалима. тоже. Иерусалима. Иерусалима. Продолжение следует...